Приветствую вас! Я могу сказать, что вам необходимо, во-первых, перестать говорить «мы», потому что это не «мы», а «вы», ответственность за то, что происходит. Во-вторых, вы не уверены в себе, у вас есть страх и комплекс. Это всё вместе мешает вам наладить как следует отношения. Потому что, если вы выбираете девушку, значит, ну, какую-то, да, если вы узнаёте о ней что-то, то это не повод на неё кричать, это не повод развивать её телефон и так далее. Тем более, тем более, то вы знакомы только месяц. То есть месяц – это вообще практически ничто. месяц – это вообще не считается совсем. И думается мне, что именно для этого людям время, чтобы они узнали друг друга как следует. Вот. Значит, дальше. Потом я узнал, что она работает девушке легкого поведения, разбил её телефон, в котором увидел переписки её с клиентом. «Откуда такая агрессия? За месяц, что вы её знаете, вы что, успели и так к ней сильно привязаться?» Вот просто для себя попробуйте этот вопрос прояснить. Это агрессия. Да, вы вернули деньги, но вы что сделали? Вернув деньги, вы попытались аннулировать то, что произошло. Аннулирование – это не решение проблем, к сожалению. Поэтому я думаю, что вам нужно постараться понять причины своего такого вот агрессивного поведения. Это вас за дело, кем она работает и что она делает. Но это её право. Это её выбор. Это её дело, в конце концов. Кем она работает и что она делает. Вам она. Заметьте, вам она ничего не обещала. Она не ваша жена пока ещё. Она не ваша жена, чтобы вы от неё что-то требовали, например. А вы это делаете. И именно потому, что вы это делаете, именно потому, что вы от неё требуете что-то, у вас и отношения не ладятся. Потому, что требовать от неё чего-то, вы ещё не можете, вы не на тех условиях находитесь по отношению к ней. Понимаете? Вот. Ну и, собственно, агрессия. Агрессия – это очень большая ваша проблема. Агрессия. Потому что агрессия – это неумение говорить о своих чувствах. Агрессия. Значит, у вас недостаточно хорошо развит эмоциональный интеллект. Не путайте его, пожалуйста, с другим интеллектом. А это значит, что вы, опять же, не привыкли говорить, не привыкли разговаривать о своих чувствах. И это естественно, конечно же, конечно же. Это порождает проблемы. Ну, не может не порождать проблемы. Далее, далее, далее вы пишите так. Значит, за телефон деньги верну. Ну, это значит, какой-то, там, обмер денежный получается. Это ваша девушка или кто? Чтобы ей деньги возвращают вот так вот за телефон. Можно было, там, цветы подарить, например, можно было как-то еще сделать что-то, чтобы показать ей, что вы, там, не правы, например, и так далее. А возврат денег, возврат денег, это, ну, не так поступают. Люди, которые друг друга именно, вот, любят именно, вот, цели. Да, то есть, то есть, то есть, просто забыл деньги, это как-то, ну, там, не умеет здесь. Видите, все-таки пара, а не партнеры по бизнесу какие-нибудь, да. Далее, значит, так. Она перестала этим заниматься, позорить ее не стал. Насколько без сил и простил ее. Вы считаете это своим достижением, что вы не стали ее позорить? Вы считаете, что вам было, за что ее прощать? Она занималась этим до вас. И пока вы не дадите ей семью, пока вы не позволите, не возьмете ее замуж, она может этим заниматься вполне себе. Почему? Потому что деньги, людям нужны деньги. И если у нее нет стабильности, ну, вот, она не чувствует себя в стабильности, то она имеет полное право работать. И вы, понимаете, вы не можете, пока вы не решили связать с ней свою жизнь, пока вы не узнали ее, вы не можете ей ничего запрещать. И думать, что, думать, что запрещать что-то ей может, тоже не нужно. Так что, вот, здесь ваше отношение очень важно. К тому, что вы делали, к тому, как вы поступали и так далее. Вот. Это очень важный момент. Потому что, если вы сделали это для нее, например, тогда, я думаю, вы не стали бы говорить об этом. А потом что? Вы ее не опозорили. А мы все само собой разумеющим. Разумеющим. Вы бы не ее опозорили, если бы ей рассказали, если бы рассказали о ней, о себя. Вопрос, конечно, в том, понимаете ли вы это, отдаете ли вы себе в этом отшел. Дальше, значит, что дальше? Что дальше? Дальше вы пишите, пишите, значит, после этого началось, значит, так, нашел себе силы и простил ее. А на вас? Вы считаете, что ей прощать вас невестно? Как вы думаете? Почему вы говорите только о себе, а она? Вы разбили ее телефон. Вы проявили агрессию. Вы проявили силу свою. Как вы считаете, она должна вас за что-то прощать или нет? Или вы действительно думаете, что вот деньги отдали за распитый телефон, деньги вернули и все. Больше ничего не нужно делать. Опять, если вы так считаете, то у меня для вас есть плохая новость. Отношения, их не выстраивают так, как вы это делаете. К сожалению. Отношения выстраивают немного иначе. Немного по-другому. Понимаете? Ого. Далее вы пишите, что и тут началось, значит, она начала меня поливать грязью, значит, с моей подругой. Да? То есть, вот как вы это пишите, значит, так. Она поливала меня грязью с своей подругой, слифтовала спонтанами, иногда даже при мне. Переписывалась с этими парнями, с которыми у нее был сек. Это какая хронология того, что вы описываете? То есть, вы ее простили и после этого она начала это делать. Ну, получается так, что вы не поговорили, вы не выяснили, что друг с другом получается. Если она вас блевала грязью с подругой. Получается, что у нее на вас обида засела. И получается, что она перестала чувствовать себя защищенно с вами, раз она стала переставать с другими парнями. Ну, а иначе, что ей движет? Просто аморальность, вы считаете? Вы считаете, что она движима просто аморальными какими-то мотивами? Ну, хорошо. Допустим так. Допустим, аморальными мотивами она движима. Но тогда, если она движима аморальными мотивами, то это аморальность. Она помимо того, что проявляется во всем, а не только вот в этом поведении, да? Помимо этого, она должна была быть вами замечена раньше. Вы, я думаю, согласитесь со мной в этом. Но вы же говорите, что... Вы же говорите, что вы решили с ней душа туши в первый месяц. Значит, об аморальности речь вести не приходится. Верно? Верно. А раз так... Верно. то возникает вопрос. Знаете ли вы, почему она так себя делала? В курсе ли вы? Спрашивали ли вы у нее, почему она так поступала? Следа Какой был ее ответ Какая была ваша реакция На ее ответ А если нет То почему Далее Так, значит Врала мне постоянно и во всем Ну опять же, она увидела Как мы отреагировали на правду И поэтому И врала, потому что понимаешь Что вы ее не принимаете До конца Такой, какая она есть И это так, это так, действительно Во время нашего секса Сказала, что у нее чувство к бывшему Ну здесь Это Как-то очень странно Во время секса Сказала, что у нее чувство к бывшему Знаете, если Женщина во время секса Может разговаривать То это Плохой секс То есть Вот Это я вам Серьезно говорю И Получается, что Либо Она Она Не Получала Удовольствие От секса Но она могла Разговаривать Либо она Специально вам это Сказала Ну С какой-то Целью Но уж точно Не потому что у нее Есть чувство к бывшему Почему? А потому что Иначе она была бы С ним А не с вами Или Опять же Вы Не жили бы с ней Какое-то время До часа в душу Понимаете? Вот Ну это На мой взгляд Это очевидно То есть Здесь Непонятно Насчет секса И Разговоров Во время секса Так Насчет кольцо бывшего И когда я его касался Она начинала себя Странно вести Ну Вы не задумывались О том Почему У нее Есть бывший Ну как бы И кольцо От него Но при этом Она занимается Тем Тем Чем Занималась Да При этом И Данное себя Видео Вот просто Вы не задумывались На это Тем Не задумывались Левы Чем Это Свято Такое Такое Ее Поведительное По отношению К Например Бывшим Вот просто Ответьте себе На этот На этот Вопрос Не задумывались Левы Об этом Если Не задумывались То Я рекомендую Вам Сделать Это Я рекомендую Вам Задуматься Потому Что Это Очень Важный Момент Она Начинает Странно Вести Себя Говорите Вы Странно Но Непонятно То есть Есть Поведение Причины Которого Вам Не Ясны Ну И Возникает Вопрос Если Вам Не Ясны Причины Ее То Насколько Хорошо Вы Знаете Например Человека Насколько Хорошо Вы Знаете Что Ему Важно Что Ей Ценно Что Ее Волную Что Ее Беспоко Например И Так Да Вот Об этом Нужно Думать Об этом Нужно Расследовать На это Нужно Свою Энергию Как Как Бы Вот В этом В этом В этом Нужно Свою Энергию Вливать А Не В То Что То Что Делать И Как Бы Запрет Какие Ее Есть Далее Наши Так Когда У нее Был Тяжелый Момент При Мне Поставка Небывшему Мне Сказалось Что Ей Была Настоящая Поддержка А Почему Был Тяжелый Момент У нее Был Тяжелый Момент Как Так Получилось Что С вами У нее Возник Тяжелый Момент Где Вы Были Где Ваша Ответ Почему Она Не Чувствовала Поддержку От Вас Сохраняла С Парнями С Которыми Гуляла Но Опять Мотив Ну Не Мотивы И Таких Поступков Было Очень Много Допустим Допустим Таких Поступков Было Много Но Зачем Вы Тогда С Ней Если Вам Не Мравится Как Она Как Она С 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 Зачем Вы Тогда С С С Допустим Вы Она Такая Вот Вам Не Нравится Как Она С С С С Нем Нравится Ее Постановка Вопрос Зачем Вы С С Очевидно же Что Вы Ее Совершенно Не Принимаете Это Очевидно Очевидно что Вы Пытаетесь С С С кого-то другого очевидно что вы пытаетесь ее как-то переделать под себя зачем вот в чем вопрос это не поведение любящего человека после чего снял квартиру мы приехали с хостела так вы жили в хостеле получается откуда-то приехали живя в хостеле не имея своего жилья вы познакомились с девочкой ну да интересные конечно обстоятельства знакомства а почему не наоборот почему сперва не устроить устроить себе жилье а потом не поухаживать за девушкой не дать себе время например узнать ее и только потом только после этого уже с ней в какие-то отношения вступать вот как вам такой вариант и самое главное почему почему этот вариант вы не не рассматривали к чему такая спешка зачем было переезжать в отдельную квартиру если вы видите что у вас проблем для чего это делать для нее но опять же вы не похожи вы не похожи по поведению на человек который делает для нее для другого так думаю что она мне уже после так сейчас так вот сильно ругались и после этого снял квартиру странно думал что она мне после двух месяцев совместной жизни я рассказала всю правду нет это знаете это опять заблуждение потому что иногда и десяти двадцати лет тридцати лет не хватает чтобы рассказать всю правду о своей жизни а вы хотите чтобы она вам за два месяца сегодня рассказала то есть опять опять либо вы спешите значит либо у вас упрощенные представления о об отношениях между людьми потому что ну правда срок очень маленький я серьезно далее но это было не так постоянно всплывала ложь ложь опять же ложь когда человек не принимает себя и когда вы боитесь что его не принимают другие вам нужно было подняться выше и увидеть этого не а вы постоянно опускает их на уровень сне и постоянно конфликтовать не знаю двоих работает только я она не работала вы считаете что женщина должна работать после полугода совместных отношений ссоры не закончат они не закончатся потому что проблемы проблемы не устранены а надо замечать забыться стал очень нервным и психованным и до чего начались проблемы в работе но так правильно вы живете с человеком с которым у вас не все гладко вы с ним не расстаетесь вы постоянно на нервах вы пытаетесь его переделать вы пытаетесь его постоянно поменять естественно здесь будешь нервным и естественно здесь будешь психованным это нормально в данном случае другой момент заключается в том почему вы как бы ну почему вы терпите это все почему вы не прекратите это все для чего вам это все если человек ну вот человек так себя ведет ну вот так себя ведет человек он вряд ли изменится когда она может там не заниматься тем чем она занималась да она может этого этого не делать конечно но при этом ложь отношения к себе никуда не денется если с этим ничего не делать и именно если с этим именно ничего не делать а вы ничего не делаете вы только ссоритесь вы не пытаетесь ее понять почему она так поступила вы не пытаетесь ей помочь так-то поддержать поменять машине поменять ее мнение о себе там и так далее вы и только с ней ругаетесь и только с ней ссоритесь но и соответственно откуда здесь могут быть какие-то изменения откуда здесь вам стать как вы можете в этой ситуации стать спокойным и не психованным непонятно такое впечатление что у вас есть свой определенный взгляд на вещи и вы не хотите принимать что может быть по другому когда она была в любом городе у себя на родине мы поругались по телефону из-за чего поругались в чем причина за чем вообще ругаться по телефону если вы друг друга не видите и я порвал ее вещи те которые были сильно откровенные и открытые и вы считаете это нормально что у вас такое отношение к женщинам просил ее много раз чуть поменять свой гардероб вы считаете что вы имеете на это право указывать женщине как ей одеваться среди тем то большая половина ее вещи была очень вызывающих ну и что ну и что вы понимаете что вы сейчас проецируете на нее свою неуверенность в себе через 2 месяца через 2 месяца поменяли квартиру но ничего не изменилось а должно было только из-за остальной квартиры последние 2 ссоры я ее ударил ну это вообще неприемлемо для мужчины то есть очевидно что у вас огрествия очевидно что вы не чувствуете свою значимость и так вы самоутверждаетесь через женщину на самом деле не через женщину самоутверждаться нужно а через социум вы утверждаетесь через женщину ну это не правильно это вас обесценивает очень сильно на самом деле там что мужчина он если у него в порядке он не будет самоутверждаться через женщину он не будет этого делать потому что у него все в порядке и так у него все хорошо и так на самом деле а вы вы смотряете получается именно через женщину свою опять же вот ну это это объективно это ни в какие ворота не лезет и объективно это ваша проблема периодная проблема заметьте именно ваша проблема не проблема а женщина женщина именно ваша проблема почему вы вот так себя вели почему вы вот так себя чувствуете вообще знаете даже потому что она позволяла себе на меня поднимать руку но это ее право это ее право это ее право лично можете ударить мужчину мужчины нет опять же если вы так не считаете то зачем удариться расстались просто и все нет вы пытаетесь ее поменять когда она все равно так делала терпеть упрощила терпеть не нужно знаете в отношениях терпеть не нужно а в отношениях нужно сразу говорить о том что вам не нравится вот сразу прям вот если не нравится что то сказали если человек среагировал на ну на то что вы сказали и перестал так ладно если не среагировал значит выводы делать нужно вам а не им а вы оправдываете сейчас сейчас ну перед нами а этому оправдания нет то вы ударили женщину потому что женщина слабее мужчины априори и ударив ее вы опозорили себя себя понимаете понимаете как бы как бы вы как бы вы себя не обрадовали как бы вы не обрадовали свое поведение я думаю что я думаю что этому оправдание нет абсолютно никакого оправдания этому нет поэтому исходя из исходя из исходя из исходя из того что вы написали я могу сделать вывод что у вас у самого мужская позиция по отношению к женщинам выработана выработана на очень низком уровне какой вы мужчина какая вам нужна женщина как она должна себя вести с вами как вы должны себя вести с ней значит где граница ответственности у вас обоих понимаете вот а вы постоянно терпите постоянно а потом как бы ждете от нее что она будет ну как то вот знаете ценить это в вас вы ждете что она будет ожидать она будет оплачивать вам за то что вы это все терпели нет если вы терпите то терпите в первую очередь для нее а не для себя и человек вам ничего не должен в ответ вы вы делаете это еще раз повторю для нее а не для себя вы же получается это все делаете для себя и отсюда ваше желание чтобы получить взамен естественно естественно и далее вы пишите так до сих пор мне кажется что она что то скрывает от меня и на двоих зарабатываю только я она особо не стремится думает только о том чтобы нарастить волосы ногти себе волосы ногти это нормально так если вы считаете что женщина должна работать то зачем быть а если нет то принимайте ее вот такой какая она есть есть кстати мнение что женщина не должна работать вообще что мужчина должен ее обеспечивать и защищать вот то есть это нормально то она думает о том как нарастить себе ногти волосы и так далее вначале у нее умерла мать и я сам ей сказал что она какое то время не работала хотел таким образом дать ей прийти прийти в себе но как бы это все затянулось затянулось ну опять опять если вы хотите чтобы она вам не была если вы хотите чтобы она была с вами честна то нужно чтобы человек чувствовал себя в безопасности нужно чтобы она была в том положении которое для нее наиболее комфортно для нее комфортное поведение когда она не работает когда вы ее обеспечиваете это нормально для классической женщины но если вам это не нравится опять же зачем вы с ней я не думаю что вы имеете право доставлять ее работу если она этого сама не хочет и да вопрос вы говорите что хотели дать ей прийти в себя вы об этом говорили и что вот хотите ей помочь дать прийти хотите ей помочь прийти в себя вы говорили я об этом или нет если говорили как она отреагировала и вообще как бы как она восприняла если говорит а если нет то почему вы удивляетесь теперь что она приняла вас буквально то что вы ей сказали так во время эммм наших ссор очень сильно на нее она ругался порой кажется что из-за меня у нее уже комплексы ну да вы действительно это делаете но по-прежнему кажется она мне что скрывает и врет так вы пока будете на нее так орать и пока вы не будете ее принимать как вы какая она есть и пока вы будете ей все запрещать она и будет вам врать это нормально когда не с ней все мысли о том как она работала и о том как она девочка 20 лет жила с мужчиной 40 лет но это ее право почему у вас эта мысль это у вас не уверенность это у вас как раз таки комплексы а не у нее от этих мыслей никак не могу избавиться так крутится у меня в голове постоянно но это навязчивые мысли навязчивые мысли это невроз невроз проявление невроза то есть у вас какие то проблемы были возможно в семье возможно в личной жизни возможно где то еще у вас были травмы и вот навязчивые мысли это именно это выражается через навязчивые мысли выражается невроз а также порой винил себя что не могу позволить много того чего могли позволить ей те мужчины с которыми она жила отдать ей за деньги а ей не надо и не надо вы не за деньги в ней сейчас живете и как бы она с вами не 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 из-за денег она с вами из-за другого а то что вы сравниваете себя с ней с другими мужчинами то что вы себя с другими мужчинами сравниваете это опять же показатель вашей неверности в себе не не ее вашей понимаете вы себе не уверены вы изравниваете себя с другими другими мужчинами вы хотите эм равняться на какой-то стандарт который сами сами себе выбрали и сформировали а значит вы обесцениваете себя а значит вы не доверяете вам себе не прислушиваете своим чувствам а значит как бы о своих чувствах вы опять же не говорите свои чувства вы не выразите только криком ором и агрессией и отсюда вся вот эта вот ситуация как уже только не старался избавиться от этих мыслей как как вы старались у меня секс начали проблемы очень большие официальном плане я здоров а с ней не могу закончить ли этот процесс затягивается но есть что можно сказать только что ваше психологическое состояние очень сильно влияет на секс на сексуальную активность вот и ну думается мне что в общем то проблема она как раз именно в том что вы чувствуете себя неуверенным вы неуверен в себе и именно и для того что вы в себе неуверен у вас и проблема секс опять ну либо она вас не привлекает сексуально уже либо вам не дает покоя ее не дает покоя ее простой жизнь точно тоже может быть вот но это ваша проблема еще раз повторю это это не ее проблема проблема ваша и решать эту проблему решать эту проблему нужно вам самому а не через запреты там не через какие-то проявления агрессивного поведения стараться просто-напросто избежать избежать вот какой-то какой-то ситуации это поведение в корне неверное так-то я думаю что вы действительно сексуально сексуально вы здоровы просто у вас вот эта вот мысль мысли и неуверенность в себе а также проблем проблем которые у вас скорее всего были раньше еще вот они вам не дают покоя они вам не позволяют чувствовать себя расслабленным и не позволяют вам как бы почувствовать себя мужчин и вот здесь опять же важный момент а что вам нужно для того чтобы почувствовать себя мужчиной вот вы сами знаете что вам нужно для этого если знаете то все проблема взять это и получить почему вы требуете это от человека который может быть вам не в силах дать этого она и рада может быть но не может а вы это требуете от нее чтобы она дала вам это что вы хотите она не может и вы в ней таким образом воспитываете неуверенность себе и комплекс и себе себе понятное дело делаю то что вы не получаете то что хотите вы же не чувствуете себя мужчиной так как вам нужно отсюда и проблемы возникают так раньше у меня таких проблем никогда не было из-за этого чувствую себя очень ущербным иногда даже кричал на нее из-за этого и из-за того что все там но опять же вот вы чувствуете себя ущербным а кричите на нее опять же на нее сливаете свой негатив 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 на свою женщину сливать лучше не нам на самом деле для этого есть друзья наставники психологи бог в каждых концов если вы верующий человек нет ну не своя женщина кроме того что эта позиция довольно дерзкая кроме того а вот вы говорите я чувствую себя ущербным из-за того что у меня не получается ну вот из-за того у вас не получается нормально с ней заниматься сексом вопрос к вам вы не знаете или что проблему а и почему вы считаете себя ущербным то проблемы в сексе имеют причины очень серьезные причины между прочим а вы чертите себя ущербным вот если бы если бы просто так проблемы начались тогда можно сказать да но даже наличие проблем как таковых не делает вас ущербным потому что ущербность сама по себе вот что такое ущербность это оценочное осуждение ущербность это оценочное осуждение то есть кто-то кого-то посчитал ущербным кто-то посчитал себя вправе назвать другого человека так понимаете но в действительности в действительности никакого права у человека нет вы ориентируетесь на определенные нормы но почему почему вы руководству руководствует этими нормами вы говорите я чувствую себя вообще перед кем перед кем перед собой почему перед ней почему перед другими опять же почему 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 так и это понимаете как самооценка самооценка ваша ни в коем случае не может зависеть от поведения других людей никак а у вас завис значит вы изначально были в себе не уверены а все приехали на родину чтобы посмотреть как и где родилась потому что ее люблю а также познакомиться с этой сестрой зачем она мне говорила своей сестре что я плохой и прям все мои плохие поступки по отношению к ней по своему он считал ээээ ну опять она может жаловать с моей сестре это нормально как я думаю ее сестра меня очень ненавидит и с ее подругами та же ситуация теперь не хочу знакомиться ни с кем в ее окружении так как вы поднагонитесь и докажите им что вы не такой плохой но если вы докажите ей своей девочке что вы не такой плохой и то она не рассказывала почему у нее есть что рассказывать какая разница как она поступает почему ей про вас есть что рассказывать зачем зачем это вот соревнование постоянно с ней мы очень сильно запутались, устали, так как понимаем, что он движется вниз. Прошу подсказать нам, как быть в нашей ситуации. Ну, в вашей ситуации я рекомендую вам обоим обращаться к психологу. Каждому по отдельности, а потом, может быть, и вместе. Это единственный выход. Не факт, что вы будете вместе после этого, потому что вы оба зависимы от чего-то. И если вы от зависимости избавитесь, то есть вероятность, что вы перестанете друг другу нужны быть. Но, тем не менее, тем не менее, то, что происходит сейчас, это у вас, это постоянное стремление с ней соревноваться. По сравнению, постоянное желание ее подавить, постоянное желание доминировать. и вопрос заключается в том, чем это вызвано. Для мужчины это неприемлемое поведение, абсолютно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Поехали.